Анастасия и Артем Кравченко сравнительно молодая семья. Их официальному союзу 7 лет. Но молодые люди уже считают себя вполне состоявшимися супругами, у которых есть свои секреты семейного счастья. Их связали бальные танцы. Артем и Настя ходили в одну частную хореографическую школу, где отношения развивались не сразу, а в несколько этапов, где свою роль сыграла танго. Мы один раз танцевали фокстрот, а на танго мы уже поняли, что мы, кажется, станцевались. И все, я уже не хочу. Я уже настолько привыкла, как он ведет, что мне когда ставили с кем-то другим, это уже вообще не то, совсем другой человек. Причем Артем сразу понял, что Анастасия – его идеал. Что понравилось, то что косметики мало, более естественное. Это хорошо, когда человек без косметики естественно и хорошо выглядит. Как бы было приятно. Не пьет, не курит. Тоже хороший плюс. Ну и сама речь поставлена хорошо. В целом все идеально, как для меня казалось. Поженились молодые люди только спустя три года отношений. Решили сначала проверить, насколько нужны друг другу. А сейчас, спустя семь лет брака, поняли, что не ошиблись и серьезно повзрослели. Сейчас я ее не то, чтобы не чувствую, он очень сильно меня обогнал. Он так сильно скакнул. Я вообще, в общем, во многом, во многом я за ним, вот как за каменной стеной. Вот он вот в свои 27, он настолько, не знаю, стоит ли привязываться к возрасту, но вообще просто, если судить по социальным каким-то нормам, то он в свои 27 настолько уверенный в себе человек, настолько он прям семейный. Дети говорят, супруги меняют все. Они и в самом начале задумывали иметь большую семью. И рождение первенца ждали с особым нетерпением. Как себя повел Артем, когда родился ребенок, вот это переродило наши отношения. Однозначно, потому что его огромная поддержка, его понимание моей усталости, моей безресурсности, когда болит тело, когда не выспался, и все, вот его абсолютное участие, без претензий, он тоже устал. Ну, вот это поменяло и мое отношение. Сейчас у них трое мальчишек. Ярославу уже шесть, три года Мирону и пять месяцев Арсению. Чите Кравченко дома никогда не бывает скучно. Обоим всегда есть чем заняться. Если брать личные отношения, то мне кажется, ну, больше укрепляют, ну, чем как-то раздра или еще что-то. Ну, начинаешь больше подхватывать где-то жену, где-то она меня подхватывает. Потому что я понимаю, я на работе, она с детьми. Мне кажется, что, да, человек, когда дома сидит с детьми, он там ничего не делает, ему спокойно, хорошо. Но это еще больше усталости. Быть матерью – это еще похлеще работа, чем какая-либо другая может быть. При этом каждый из супругов занимается любимым делом. Анастасия Травница. Она создает иммунные купажи из черного крупнолистового чая. Цедры цитрусовых, эхиноцеи, душисты, чабреца, мелисы, песчаного бессмертника. Своё хобби девушка уже превратила в небольшой бизнес. Разработала свой бренд. Продает чаи, пастилу и косметику. А Артем, получив медицинское образование, выбрал совершенно другое. Сейчас он работает шиф-поваром. Мужчина признается, что с первого курса медколледжа нашел подработку в суши-баре. И проработал там 7 лет. Он полностью самоучка, которому нравится вкусно готовить и кормить других. Все довольно просто. Просто немножко масла, капелька соли и магия плиты. У тебя получится сочная, вкусная говядина. Причем изучив полностью японскую кухню, сейчас он занимается тем, что он всегда хотел делать. Работает с мясом. Он знает, как не испортить говядину. Зачем портить мясо маринадами? То есть, если вкусно приготовить мясо, просто, ну, на примере мраморной говядины, просто берешь кусочек мяса, немного на него масла, чтобы не прилип к сковородке, положить на сковороду, смотря на толщину мяса от 2 до 5 минут. Потом нужно мясо отдохнуть в фольге минут 5, чтобы соки обратно разошлись. И перед подачей соль и перец. Все, больше ничего не надо. Артем готовит и дома, но обходится без шедевров. Все, что хорошо едят дети. Супруги признаются, что в их браке бывает разное. Но у них есть свои секреты, чтобы остановить назревающий большой скандал. Это разговор по душам. В обязательном порядке. Чтобы не было вот этого остаточного какого-то момента, что что-то кому-то кто-то не договорил, потом это все ходишь, терпишь, а потом, когда ты это выскажешь, лучше по факту. Вот высказался и все на этом. Я даже вот сейчас новую фишку выработал. Если думают, что-то мы ругаться начинаем, я включаю таймер 20 минут. Все, в течение 20 минут обижайся, кричи, если хочешь, можешь поругать, послать, если надо. Через 20 минут все, ты любящая жена. А любящая жена и муж в понимании Насти – это люди, которые доверяют друг друга, понимают, принимают свою вторую половинку и готовы мириться после любой ссоры. Каждый раз выбирать друг друга. Вот я выбираю даже, если я не права. Я не жду, что он будет передо мной извиняться, хотя он извиняется. Я все равно приду, мне даже приятно извиниться, приятно признать, что я не права. И ему приятно, что я извинилась. Наверное, это очень важно – выбирать друг друга каждый раз. Понимание, что они есть друг у друга, делает их сильнее. У них есть мечта, тоже одна на двоих. Вырастить детей, выйти на пенсию и купить дом на колесах, чтобы увеличить количество замечательных моментов в их совместной жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова